Я приветствую всех, кто заглянул на мой канал. Сегодня будет декупаж вот такой стеклянной бутылочки. Это бутылочка из-под соуса. И мы будем превращать её в вазу. Форма у неё симпатичная. Вот тут какие-то вензелючки есть. Поэтому вот она мне понравилась. Для начала, конечно же, отещаем от этикеток. Этикетки, конечно, снились легко. Но клей, который вот здесь был, я никак не могла удалить. Ни карточкой, и ацетоном. Чем только не тёрла, ни в какую. Что мне помогло? У меня есть молочко в гарниер. Я удаляю водостойкую тушь с ресниц. И я подумала, что если уж водостойкую тушь удаляет, то, возможно, и клей возьмёт. И я не ошиблась. Я взяла ватный диск, нанесла и вытирала. В одном направлении, конечно, меняла. И избавилась от клея. Потом только помыла моющим средством. И всё. Вот так вот быстро и легко я очистила эту бутылочку. Теперь, после того, как я её почистила, помыла, обезжирила, я буду красить вот такой вот эмалью полуглянцевой. Это белая акриловая краска, проще говоря, фирма «Оптилюкс». Ну, называется эмаль полуглянцевая, акриловая, универсальная. Я буду сейчас её всю покрывать белой акриловой краской в два слоя. Первый слой будет просвечивать. Поэтому я буду делать в два слоя. Затем, когда это всё высохнет, я покажу, как можно сделать декор такой бутылочки. Один из вариантов декора. Вот таким вот образом, таким нехитрым способом окрашиваем. Хочу подсказать, если взять губку с очень мелкими порами, то вот даже после первого раза, заметьте, окрашивается очень хорошо. Если мелкие поры у губки, видите, она уже такая вся вот не просвечивает. Можно даже и в один слой. Но я всегда делаю в два слоя. Получается ровнее и красивее. Когда у меня высохнут оба слоя, я покажу дальнейший декор. Бутылка из-под соуса покрашена в два слоя, высохла. Вот так получилось. Теперь нужно делать декор. Декор можно сделать, я бы тут разложила на столе. Можно сделать как угодно. Можно использовать различные гипюры, например. Разные, какие у вас есть. Приклеивать сверху, снизу. Можно использовать полубусины, например. Я буду использовать здесь в несколько рядов вот эти полубусины. Посмотрю внизу. Вот здесь буду делать полубусины. Можно сделать вот такие розочки из атласной ленты. Шириной 6 миллиметров. Можно сделать розочки. Можно сделать штамп. Я, например, как планирую. В передней части у меня будут розы. А на задней части, возможно, я сделаю вот такой вот штамп. Наносится, если, например, цветы будут розовые, наносится на штамп розовая краска губкой. И прижимается вот сюда и делается вот такой вот узор. Можно цветочки. Вот такие вот дочь заказывала для меня в супермамках. Как они уже такие. Их надо умягчать и делать из них как бы цветочки. Вот приклеить полубусину и, например, сформировать цветочек. И можно сделать цветочки, например, да. Все, что у вас есть, все, что угодно. Бабочки. Может быть, какие-то готовые вот такие вот цветочки. Можно сделать в круговую, где-то пустить. В общем, вариантов очень много. Если есть какие-то тесемки или, например, гипюр. Это все можно использовать. Можно использовать вот такие вот наклейки полубусины. Они очень удобно ими пользоваться. В общем, вариантов здесь очень много. У кого какие есть материалы, такими и украшаем. Вот у меня очень много, да, всего здесь. Поэтому у меня и идет голова кругом. Как бы мне сделать так, чтобы было оригинально и красиво. Ну, я решила, что вот вверх я буду делать вот такими пластиковыми полубусинами. Вот один ряд отрежу сейчас. Вот так вот. Буду каждый ряд резать и каждый ряд приклеивать отдельно. Они подгоняются и никаких этих не остается. Так, сейчас я отрезала, да, вот. И вот так вот приклею на полимерный клейкин. Я уж показывала, да, я пользуюсь полимерным клеем, который я наношу, который я заполняю шприц. Наношу вот так вот непосредственно на пластиковые полубусины. Чем мне нравится полимерный клей? Он, когда высохнет, он не желтеет. В отличие от, например, горячего клеевого пистолета, который, когда высохнет, он становится какой-то матовый и сразу становится заметным. Здесь нет, незаметно. Когда высыхает, он прозрачный. Вот так вот стыковала я. Место стыковки даже незаметно. Придерживаем все и приклеивается. Сейчас я буду приклеивать вот эти полубличные, убираем. Вот и все. Видите, место стыковки вообще незаметно. Руки надо, конечно, постоянно чистить от клея, но это ничего страшного. Вот так я сейчас буду украшать бутылку. Как украшать буду, не буду снимать. Видео получится долгим. Я сначала сделаю, а потом объясню, как я это делала. Для меня как бы так кажется, как будто бы это быстрее. Вот так я задекорировала баночку. Здесь сверху я приклеивала вот эти пластиковые полубусины. Здесь приклеила стразы. Приклеила вот эти цветы. Склеивала все вот этим полимерным клеем. Здесь вот тоже я сделала как бы 5 цветочков, 5 страз. Внизу я сделала в 2 ряда полубусины и тоже сделала стразы. Вот теперь сзади я хочу сделать трафарет. Вот так вот. Можно, конечно, этого и не делать. Я хочу сделать розовым цветом. Можно и не делать. Можно просто стразы еще подклеить вот сзади местами вот где-то, да. И можно считать, что работа закончена. Что она закончена. Можно вот задекорировать бутыль, например, вот эту бутылку, да. И покрасить все белым цветом. Полностью все белым. Тоже будет красиво и стильно смотреться. Можно покрасить золотым цветом, спрей-краской. Вот эти я еще потом подправлю хорошенько, когда моя работа закончится. Когда я сделаю трафарет сзади. Вот. Сейчас я не буду показывать, как я буду делать. На трафарет, вот на этот вот, на штамп, наносится губкой. Я развела, значит, белую акриловую краску. Я положила розовый колер фирмы Пал Иш. И сделала нужный мне розовый цвет. Сейчас я ее нанесу на трафарет. И трафарет приклею. Если, например, у кого-то нет вот таких пластиковых полубусин, можно как выйти из ситуации. Шпаклевкой грунтуем резьбу. Придаем округлости потом, значит, наждачной бумагой. И закрашиваем белой акриловой краской. И получается тоже красиво, как ваза, уже не как бутыль. Но я пошла более таким легким способом. И таким красивым. Все-таки полубусины, они перламутровые. Мне вот захотелось так. Вот. Я нанесла на штампик розовую краску. Теперь я беру полотенце. Укладываю в бутылку. И на место, которое я запланировала, я наношу вот этот трафарет. Не трафарет уж, а штамп. И прижимаю. Аккуратненько, конечно, надо не шевелить. Так, чтобы рисунок не разъезжался. Если разъедется, ничего страшного. Бело-акриловой краской можно всегда подкрасить. И все. Смотрим, проверяем. Где-то, может, нужно еще придавить. Вот получается вот такой вот трафаретик. Этот трафарет можно даже тоже сделать стразы, когда высохнет, подклеить. Там, где точки, можно сделать стразы. Сейчас я подрисую еще кисточкой. Сделаю более выраженные листочки. И покажу уже окончательный результат вазы. Вот так вот у меня получилась ваза. И вот такой получился узор от штампа. Сначала я нанесла розовый цвет. Мне показался он очень ярким. Я помыла штамп. Нанесла белую краску, акриловую. И наложила повторно на этот же узор. И теперь у меня получилось такой бело-розовый узор, который переплетается. Мне нравится вот этот вариант. Он такой ненавязчивый, легкий. И приклеила на концах, вот где завитушки, я приклеила сюда тоже стразы. Вот так вот у меня получилось. В такую вазу можно поставить и живые цветы. Пусть немного, допустим, 3 розы или какой-то небольшой букетик. Или даже, например, искусственные несколько, 3 цветка, например. И то смотрится симпатично. Можно, например, даже сделать из такой вазы подсвечник. То есть, например, если свеча вот как у меня вот такая вот длинная, мы наполняем соль в бутылку и вот так вот ставим. Вот, пожалуйста, такой красивый перед днем Святого Валентина такой романтический подсвечник. Или подарил, например, супруг цветы, можно поставить в вазу. По-моему, получилось симпатично. Кому понравилась моя работа, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк, пишите в комментариях, если у кого-то возникли вопросы, я с удовольствием отвечу. Я желаю всем вам творческих успехов. До новых встреч! До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok